Дорогие коллеги, и, конечно, дальше мы бы хотели усилить понятие нашей целевой аудитории, поэтому я хочу пригласить Алину Петровну Бухарову с докладом «Особенности этнического подхода». После столь всеобъемлющего доклада, который я послушала в исполнении Себастьяна Катафана и Яны Александровны, естественно, что мне осталось самое малое – это, наверное, остановиться на этнических особенностях лица. И представляю я Татарстан, город Казань, клинику Бухаровой, эстетика и здоровье. И особенность наших татарстанских лиц – это то, что побудило меня прийти к тому, чтобы я очень ждала появления этой технологии в России. И я считаю, что это технология, которая позволит нам более прицельно работать с молодыми лицами. Это технология, которая позволит нам экологично работать с пациентами. И это технология, которая будет более востребована в Татарстане, чем, наверное, в очень многих регионах России. И сейчас я постараюсь вам объяснить, почему. Итак, почему M-Face? Потому что это уникальная технология, которая имеет в своем арсенале два вида воздействия. И эти два вида воздействия позволяют нам прицельно работать со всеми тканями лица, мягкими тканями. Принцип действия. Мы понимаем, что мы одновременно воздействуем двумя технологиями. Это RF и HIFES. Сам по себе принцип воздействия двумя технологиями – это уже суперсовременный тренд. А если мы к этому добавим то, что мы воздействуем в течение всего 20 минут, и это абсолютно экологичное воздействие, и это воздействие не сопровождается реабилитацией, прицельное воздействие на ткани, и мы прекрасно понимаем, что мы будем получать прекрасные результаты. А если мы говорим про этнические особенности, я на них остановлюсь особо. Татарстан характеризуется тем, что у нас имеются особенности строения наших лиц, я на них остановлюсь, и особенности татарского языка. Особенности татарского языка – это произношение. У нас 10 гласных звуков и очень мягкие согласные звуки, при произношении которых напрягаются мышцы-депрессоры. И это тоже накладывает свой отпечаток на те возрастные изменения, которые происходят с тканями. Для кого эта процедура? Мы прекрасно понимаем, что наш пациент становится все моложе и моложе. Первое обращение к врачу-косметологу – это обычно лет в 20-22. А самый возрастной пациент, я могу обратиться к вам, какой возраст у вашего пациента, когда он в последний раз приходит к врачу-косметологу? Мой пациент – это 85 лет. И мы понимаем, что в течение 50-60 лет мы должны очень экологично работать с пациентом для того, чтобы он возвращался к нам снова и снова. И это абсолютно непраздное утверждение. Перед вами весь список тех пациентов, для кого показана наша процедура. Я считаю, что МФС – это процедура выбора для пациентов 25-30 лет. И Севастьян Катафана, и Яна Александровна говорили про то, что у нас абсолютно запрограммированный процесс возрастных изменений мышечной ткани. И если мы работаем с мышцами-элеваторами столь успешно и можем приостановить этот запрограммированный процесс, это будет суперклассно. И все больше и больше на нашем приеме мы встречаем пациентов-диспластиков. Работа с пациентами-диспластиками, она, несомненно, должна вестись общим воздействием на весь организм. Но при всем при этом, если мы местно можем работать со всеми мягкими тканями, и тому для нас имеется научная доказательная база, которая говорит о том, что мы достоверно увеличиваем количество коллагена и эластина, и тем самым мы приостанавливаем процесс возрастных изменений для молодых пациентов. И переходя к этническому подходу, мы прекрасно понимаем, что в отличие от нас Татарстан проживает 173 национальности, и более 30% браков являются межнациональными. Но тем не менее, мы в отличие от Кореи, которая расположена на маленькой территории, и представлена практически мононацией, Татарстан, многонациональная республика, 173 национальности. Но тем не менее, для татарских лиц, что характерно, это низкий лоб, глубоко посаженные глаза, высокие скулы, но вместе с тем, за счет смешения браков, у нас все чаще и чаще встречается гипотрофический, либо гипотрофоптотический тип старения средней трети лица, и эти пациенты – это особая категория пациентов, на которых мы будем получать прекрасные результаты воздействия M-FACE. Если мы повторимся по поводу татарского языка, это второй государственный язык в республике Татарстан. Особенности произношения звуков – это как раз то, про что мы сегодня говорили, что с возрастом усиливается, активируется работа мышц и прессоров, и наша прицельная работа с мышцами-элеваторами – это то, что должно быть в фокусе нашего внимания. Перед вами фотография, и мы видим низкий лоб, относительно низкий лоб. Для этого лица, для этого лба характерно, что у нас имеется очень узкое терапевтическое окно для воздействия ботулиническим токсином. И для этих пациентов M-FACE – это процедура выбора. Вторая пациентка – это пациентка с глубоко посаженными глазами. И вечное желание сделать взгляд более открытым обрекает этих пациентов на то, что их лобная мышца находится в постоянном гипертонусе. И какой же выход? Благодаря процедуре M-FACE мы укрепляем лобную мышцу и снимаем этот гипертонус. И переходим к европейским лицам. Если бы не M-FACE, то для меня, и я могу обратиться к вам, что явилось бы процедурой выбора для вот такой категории пациентов? Как вы думаете, если бы не M-FACE, я бы воздействовала микросфокусированным ультразвуком, а затем пошла бы на волюмизацию средней трети лица. Но благодаря M-FACE я начала свою терапию именно с M-FACE. И перед нами пациент после четырех процедур. Что мы видим? Мы видим то, что взгляд стал более открытым, менее выраженная носощечная борозда, менее выраженная носогубная складка и более четкий овал. И мы видим фотографию сверху. И это уже та же самая скуловая зона, как наливное яблочко. И это наш пациент после четырех процедур. И переходя к дальнейшей части своего выступления, я хочу остановиться на сочетанных протоколах. В том случае, если мы имеем дело с выраженными носогубными складками, со статическими морщинами лба и щек, если мы имеем дело с другими возрастными проявлениями, я смело сочетаю M-FACE со всеми остальными методами, которые представлены в клинике. И такая возможность, она уникальна сама по себе. Как я сочетаю? Я работаю одновременно с ботулиническим токсином, одновременно работаю с бланшем и одновременно работаю с лазерными шлифовками. И эта возможность включения M-FACE практически во все протоколы антивозрастных процедур и во все протоколы профилактических процедур, это возможность уникальная, характерная только для M-FACE. И в чем еще особенность M-FACE? Это неинвазивность технологии. И согласно исследованиям зоомаркет, 70% населения боятся инъекций, а самые пугливые пациенты живут в Москве, Новосибирске и в Казани. И мы этим активно пользуемся и предлагаем им M-FACE. И еще одна особенность. У нас 50% населения исповедует ислам. Именно для этой категории пациентов мы прошли сертификацию халяль и тем самым сделали процедуры, такие как M-FACE и другие процедуры, которые представлены в клинике, более доступными для категории пациентов, которые придерживаются строгих канонов ислама. У нас, конечно, их мало. В основном это светский ислам. Но тем не менее эти пациенты есть. И я рада, что благодаря этой технологии я могу расширить свою целевую аудиторию воздействия и работать и с этой категорией пациентов тоже. Итак, подводя итоги, хочу показать сертификат халяль, который мы получили, и фотография. Это свидетельство, которое мы получили. И подытоживая, благодаря этой технологии я расширила свои возможности для того, чтобы спрофилактировать возрастные изменения и скорректировать возрастные изменения и расширила свою целевую аудиторию. Благодарю. Аплодисменты. Аплодисменты.